МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В природных соревнованиях такого уровня плод усердной подготовки к Паралимпиаде, на которую, к сожалению, спортсменам попасть не удалось. Хорошо поработали. Ведь можно сказать, что мы 7 золотых медалей с чемпионата Европы привезли весной этого года. И год закончили с победами. Ведь завершив этот год, победы не только выиграв вот этот этап, они же все трое обладатели Кубка мира. По итогам всего года мы показали, что мы сильнее все. Роман Федяев стал обладателем золотой медали среди раперистов, а также поднялся на третье место среди фехтовальщиков на шпаге. Турнир довольно-таки серьезный был. Заполнилась, конечно, моя победа. Для меня очень хорошая победа с серьезными соперниками. Ну, приехали ребята с Китая, они для нас очень серьезные соперники. Вот с ними, наверное, самые тяжелые бои были. У нас один день был в запасе, и мы этот день использовали по максимуму. Обошли все пизу, покушали там в хороших местах. Короче, остались довольны очень сильно. Для Артура Юсупова этот этап Кубка мира был решающим. Ведь только в случае триумфа он мог удостоиться звания обладателя Кубка мира по итогам года. Ну, конечно, удовлетворение большое, потому что два дня фехтования, это рапира и шпага, играл постоянно российский гимн. Максимум одно там третье место отдавали кому-то. И третьей звездой соревнований в Пизе среди омских спортсменов стала чемпионка российских альтернативных паралимпийских игр Юлия Ефимова, сумевшая стать лучшей среди 16 шпажисток. Это был заключительный этап Кубка мира в этом году. Ну, и, собственно, наверное, такой желаемый, потому что на игры не съездили, и какой-то вопрос, скажем так, завершили, точки поставили. В принципе, он прошел спокойно, я даже скажу, наверное, как-то очень так уверенно. После небольшого отдыха спортсмены вновь приступят к активным тренировкам, ведь у них амбициозные планы на сезон 2017. Уже в январе Кубок России, а в феврале фехтовальщики вновь планируют покорять этап Кубка мира, который состоится в Венгрии. Субтитры создавал DimaTorzok